Всем привет, мои дорогие! С вами Таврус, мы продолжаем играть в бесконечное лето. У нас был просто безумный день, просто самый безумный, опасный, такой неправильный, но, к счастью, все закончилось хорошо, а оказывается, что Шурик у нас с поехавшим мозгами, откровенно говоря, вот, он вроде бы тоже признает такую вероятность, потому что он ни хрена не помнит. Он чудно с неубил арматурой в этих шахтах, и он ничего не помнит. Но Семен ему не верит. Как угодно, только не думай, что я тебе поверю. Ведь провалы в памяти просто так. Шурик разговаривал сам с собой, что-то не переставая, бубнил себе под нос, не обращая на нас никакого внимания. Пойдем. Тихо сказала Лена. Да, с Леной у нас вчера был, скажем так, второй романтический вечер. Хотя, конечно, начиналось все совсем не по-романтически. И что, вот так просто его оставим тут? Он не в себе, ему надо выспаться. До этого психопата вообще опасно одного оставлять. Может, он электроника ночью катушкой индуктивности ударит? Нет, на самом деле это правда. Шутки шутками, но изолировать надо как-то его пока. До приема психотерапевта. Все будет нормально, поверь. У меня, пожалуй, не было основания ей не верить. А у меня есть. И что теперь? Вот. Впрочем, основания верить тоже. Семен, кому ты поверишь? Мне или Лене? Я, конечно, понимаю, что Лене, скорее всего. Но, с другой стороны, уже наплевать. Поскорее бы заснуть. После такого дня. Ладно. Мы оставили Шурика, продолжающего что-то бубнить, наедине с собой. Надо было хоть Ольгу Дмитриевну разбудить, потому что... Опять сейчас мозги поедут. Он начнет весь лагерь убивать. Пришли. Что? Куда? Пришли. А мне дальше. А Лена улыбнулась. Всю дорогу я совершенно ни о чем не думал. Просто шел за ней. И сам не заметил, как мы оказались возле домика Ольги Дмитриевны. Да. Спасибо тебе. За сегодня. Да не за что тут благодарить. Хорошо, хоть живы остались. И посмотрим еще, что завтра Шурик скажет. Все равно спасибо. Загадочно сказала она и отвела взгляд. Ну, тогда пожалуйста. Ладно. Мне пора. А Лена резко развернулась и быстро зашагала в сторону своего домика. Да, друзья, и вчера я в Лену влюбился. Конечно, сцены с ней просто переполнены романтикой, знаете, чувствами какими-то. Это прекрасно. Я тут же поймал себя на мысли, что все это как-то не так, неправильно. После всего, что произошло, всего лишь «Ладно, мне пора?» В таких ситуациях же обычно бывает по-другому, разве не так? Хотя и сам точно не знал, чего ожидал. Ну и она, видимо, уставшая, знаете, просто эмоциональное там уже перенасыщение. Усталость заявила о себе с новой силой. Я с трудом поднялся по ступенькам и вошел внутрь. Да, наверное, грязные все такие, да? После того, как лазили по этим подземельям все. Ох, смотри-ка, не спит. На моей кровати сидела вожатая. Семен. Грустно начала она. Ты где был? Ну да, представьте, только что Шурик пропал, а тут еще и Семен с Леной, да, еще двое пионеров. Ну, я, приготовившись к разносу, я совсем не ожидал подобной реакции. Хотел искать Шурика. Один? Ну, сказать, что хотел с Леной. Ну, просто понимаете, сейчас сказать... Ну, во-первых, я не вижу особого смысла. Во-вторых, завраться можно, правильно? Я ходил с Леной. Нет, с Леной. И Шурик... Что с ним? Казалось, что Ольга Дмитриевна действительно переживала за судьбу пропавшего пионера. Впрочем, что в этом странного? Вожатая, может, несколько легкомысленно относится к своей работе, но это же не значит, что она должна быть бессердечной. С ним все в порядке. По крайней мере, насколько вообще может быть в порядке в данной ситуации. Это хорошо. А теперь спать. Это хорошо? Это хорошо? Ты же даже не знаешь, где Шурик. Что ты творишь? Что ты говоришь? Что за бред? Подождите, но... Она так быстро выключила свет, показывая, что разговор закончился. Я не успел ничего спросить. Это что вообще за трэш происходит? А, ну нормально, все. Спать быстро. Ну нормально, так нормально. Ну теперь можно успокоиться. Слушайте, я не знаю, короче, какие-то бред какой-то происходят. Впрочем, а надо ли? Ну и Семен уже настолько сонный, что он даже не удивляется тому, что Ольга Дмитриевна что-то даже не стала расспрашивать ни о чем. Но это очень странно, конечно. Поинтересоваться, почему меня не отругали? Да лучше про Шурика. И все же Лена. Что вообще сегодня произошло? Мысли неумолимо замедляли свой бег, а затем и вовсе остановились. Вообще Шурика нельзя было так оставлять, я считаю. Сейчас проснемся, а он там убил Лену, знаете, снова. Помутнение произошло. Ну что, друзья, у нас день пятый. Совсем скоро у нас закончится игра вместе с тем и первая концовочка. Получим ее. Надеюсь, она будет хорошая. Мы бежали. Бежали из последних сил. Так бежит человек, отчаянно цепляющийся за жизнь. Это сон снится. Обреченный человек, который знает, что ему уже не спастись, но все равно борется с неизбежным судьбой. Я с трудом закрыл за собой тяжелую металлическую дверь. Наверное, сны снятся об этих шахтах, да, скорее всего. Ну блин, такое увидеть, конечно. Такое пережить. Не знаю, насколько глубоко это бомбоубежище и способно ли оно выдержать ядерный взрыв, но сейчас нам больше негде спастись. Она крепко сжала мою руку. Не бойся. С потолка сыпалась штукатурка, стены тряслись. Я приготовился к худшему. Хотя смерть – это такая вещь, которой никогда нельзя быть готовым. Но вдруг наступила полная тишина, которая словно звенела в ушах, пугая еще больше, чем взрывы бомб. Пора прощаться, наверное. Она схлипывала. Я хотел ее хоть как-то утешить, но понимал, что ничего сделать не смогу. Да. Знаешь, я... Ужасный крохот. Барабанные перепонки словно разорвались. Кажется, меня придавило рухнувшим потолком, но боли я не почувствовал. Да, после такого и война может присниться. Мне лишь хотелось не отпускать ее руку. Война и Лена. Так? Других снов и не ожидать, на самом деле. Трудно ожидать. После такого дня. Я проснулся в холодном поту, задыхаясь, жадно ловя ртом воздух. Себя прийти удалось не сразу. Это сон. Всего лишь сон. Однако в это отказывался верить мой воспаленный мозг. Но что это за девочка была со мной там? А может быть, знаете, девочка та, что была и в автобусе? Так хотелось не отпускать ее руку. К сожалению, вспомнить кто она так и не получилось. Часы показывали начало одиннадцатого. Я постепенно отходил от сна. И реальность все увереннее заявляла свои права на мое сознание. В животе предательски заурчала. Знаете, что я еще вспомнил о снах? Бывает, что сон был настолько глубокий, и он тебе то ли настолько понравился, то ли просто ты настолько его считал реальностью, что даже когда ты проснулся, умылся, позавтракал, тебя все равно не отпускает сон. То есть настолько он вообще впился в тебя, что даже в реальности как-то пытается качать свои права, да? Бывает такое, не знаю, как у вас. Война войной, а обед по расписанию. Ольге Дмитриевне в домике не оказалось. Видимо, она решила не будить меня. Ну что, друзья, вот оно утро пятого дня. Если сейчас с каждым днем происходит все больше трэша, все больше каких-то событий, которые будоражат воображение, то я... тяжело предположить, что подарит нам день на этот раз. Что же, спасибо вожатой за это. После вчерашних приключений отдых был мне необходим. Прошедшая ночь осталась лишь размытым воспоминанием, думать о котором мне очень хотелось. Куда важнее сейчас найти еду и... Помыться. Вот это точно. Точно. Ведь пионер должен быть всегда чистый и опрятен. Впрочем, с этим тезисом я бы согласился и не будучи пионером, которым я, в общем-то, и не являлся. Так, пошел нахрен, электроник. Нам с тобой не по пути. По дороге к умывальникам мне встретился электроник. Надо хотя бы его узнать, пришел ли Шурик домой. Он замахал руками и побежал в мою сторону. Доброе утро! Спасибо тебе, что нашел Шурика. Без него я бы даже не знаю. А, ну значит, все-таки Шурик пришел, все рассказал и остался в адеквате, да? Ладно. Да ничего. Я несколько смутился. Нет, правда. Не нужно лишней скромности. Страна должна знать своих героев. А как Шурик? Как он с утра себя вел? С ним все в порядке? Помятуя о его вчерашнем помешательстве, я посчитал этот вопрос вполне уместным. Да, вполне. Разве что он ничего не помнит. Вот как. Я совсем не удивился. Ну, он говорит, что вчера пошел в старый лагерь, а потом проснулся утром в своей кровати. А, он даже вечера не помнит, что мы встретили его, да? То есть между этими событиями провал. Понятно. Ладно тогда. Так, тогда в таком случае... Ага. Все, я понял. Видимо, Ольга Дмитриевна всем рассказала, что я с Леной нашел Шурика, да? Ну и Шурик оказывается дома. То есть все в порядке, да? Хорошо. Я просто думал, откуда Электроник узнал, что это мы его нашли. Тебя же на завтраке не было? Заходи к нам в кружок. Мы тебя покормим. У меня кое-что особенно есть. Прости, Электроник, но с недавних пор я бы не слишком хотел с тобой тусить. Электроник заговорщицки улыбнулся. Спасибо. Зайду, наверное. Сначала все равно нужно было помыться. Электроник. Нет, ну как бы, если не полностью раздеваешься, то может еще и ничего страшного, но... Надеюсь, что Электроник все-таки не полностью раздевался. Процесс купания занял у меня не более 10 секунд, после чего я начал энергично вытираться. Но закончить мне так и не удалось. Со стороны тропинки послышались голоса. Решение пришло в долю секунды. Я схватил свои вещи и бросился в кусты. Кстати, а кто все-таки в кустах все-таки шипел тогда, шумел? Значит, это был не Шурик. А кто яблоко подложил? Да, Лиса, скорее всего. Или Ульяна? Ага. Только вспомнил. Через мгновение возле умывальников появились Алиса и Ульяна. Сама бы могла. Зачем меня сюда притащила? Опять какой-то заговор. Ну что, тебе жалко? Ладно, давай. Я присмотрелся и заметил, что они обе перепачканы красной краской. Ну, что-то задумали. Подружки, блин. Вот так номер. И откуда? Алиса включила воду и начала растирать спину Ульяны. Сними лифчик. А если кто увидит? А есть на что смотреть? Усмехнулась она. Ладно, только ты побыстрее. А что они задумали? Как будто кровь у нее или что? Ага, как будто я к Ульяне приставал каким-то образом, да? Короче, я нихрена не пойму пока, но, видимо, опять какую-то пакость придумали. Смотреть и правда было особо не на что. Но даже при этом я пристально уставился на девочек. Подглядывать нехорошо. Жаль, что они обе стояли ко мне спиной. А, кстати, черный экран. Черный экран, видите? Если бы у меня был этот хентай включен, то мы бы с вами видели. В общем, ничего бы мы такого откровенного не видели, только голые спины. Так же, как и тогда в домике Ольги Дмитриевны. Но как бы там ни было, если все-таки когда-то я нарвусь на действительно откровенную сцену, то мне бы не хотелось рисковать жизнью своего канала, скажем так. Через минуту Алисе удалось смыть всю краску. А, то есть смыть! Смыть! А я думал, наоборот, испачкаться. Все! Спасибо! Не за что! Лениво ответила Алиса. Слушай, дай мне померить. Купальник, что ли? Она показала на лифчик Алисы. Да он тебе не подойдет. Ну, интересно же. Да и тут... Тут же нет никого, правда? Ульяна посмотрела в мою сторону и лукаво улыбнулась. Что, Ульяна знает, что мы здесь? Я был абсолютно уверен, что она не могла меня заметить в этих кустах, но... Да хватит глупости. Ульянка не стала дослушивать, а вместо этого ловким движением сорвала с Алисы лифчик. Вот теперь, надо признаться, было на что посмотреть. Нормально так, да? Не, ну конечно, молодцы, блин. Хоть как-то, я не знаю, спрятались бы куда-нибудь. Ох, уж эти девочки. Я, затаив дыхание, наблюдал, как две девочки гоняются друг за другом вокруг умывальника. Короче, друзья, закройте глаза и можете представлять. Мы с вами играем без откровенностей. Алиса закрыла грудь руками, так что рассмотреть что-то было проблематично. Я подался вперед и споткнувшийся камень вывалился из кустов. Ну че ты... Что ж ты за такой неудачник, Семен, господи? Алиса и Ульяна застыли как вкопанные и уставились на меня. Я же с виноватым видом старался прикрыть свою ноготу. Еще и я... Погоди-ка, а я хоть в трусах? А-а-а! А-а-а! Утро с такого бреда начинается, капец. Мнимая сцена продолжалась в несколько секунд. Знаете, просто как извращенец сидит голые в кустах и наблюдает за голыми девочками. Ха-ха-ха! А-а-а! Боже мой, ну что происходит? Такого не должно случиться. Мнимая сцена продолжалась в несколько секунд. Затем Алиса схватила рубашку и в мгновение ока кое-как напялила её на себя. Ты! Ты! Её лицо из красного стало фиолетовым. Казалось, что сейчас она взорвётся, как ядерная бомба. Единственное, что мне хотелось тогда, это распасться на атомы и улететь подальше от эпицентра. Он всё время там сидел. Значит, всё же заметила. Ты! 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 А я... Да я случайно? Если ты понимаешь, о чём я. Опять это лицо. Алиса бросилась на меня. Я же, прикрывая одной рукой зад, а другой, держа свою одежду, бросился в лес. Короче, всё-таки и Семён оказался каким-то очень странным. Я надеялся, что... Блин, ладно, всё, давайте закроем тему. Тогда мне это показалось лучшим решением. Не появляться же голым днём посреди лагеря, да ещё и с эскортом и с двух визжащих девочек. О, всё, началось. Шестая серия подряд, у меня начинает язык заплетаться. Бежал я, не оглядываясь. Спустя несколько минут остановился, чтобы отдышаться. Погони, похоже, не было. Значит, мне всё же удалось спастись. Однако цену этому стали исколотые и сцарапанные в кровь ноги. Надеть ботинки-то времени не нашлось. Я сел на пенёк и вздохнул. Ну что за приключения? Что ж тут вечно находишь какие-то... А-а-а. Через некоторое время уже одеты, я выбрался из леса. Нужно решить, что же делать дальше. Ноги болят, значит, не прямая дорога в медпункт. Но, с другой стороны, живот тоже ждать не намерен. Может быть, стоит воспользоваться приглашением электроника? Или пойти в столовую, вдруг что-нибудь осталось? Угу. Ясненько. Ясненько. Да я бы в столовую пошёл, на самом деле. Медпункт. В медпункте ловить особо нечего, на самом-то деле. В кружки не хочу. Я боюсь электроника. Хотя и сам воспользовался тем... Я не по... Объясните, вы бы стали мыться голыми, короче, на всеобщем обозрении? Ну как это может быть? Ну что за фигня? Интересно, что девочки удумали, да? Что красная краска, это всё. Наверное, памятник Генди опять разукрасили, да? Пойдём в столовую. Я всегда трепетно относился к своему здоровью. Но трепетнее всего в те минуты, в те моменты, когда становилось уже совсем не в наготу. А сейчас ходить я мог, ноги даже почти не болели. Следовательно, ступни и сами заживут, а вот голод ждать не будет, он не тётка. Не могли же пионеры съесть всё совершенно подчистую. Хотя бы пара сосисок, яиц, или на худой конец несколько кусочков хлеба должно остаться. Я же не думаю, что Лена там была, например, в медпункте. Если б я узнал это наверняка, я бы пошёл туда, наверное, но... Ну, господи, несколько царапин, ничего страшного, я так думаю. Возле столовой было настолько пустынно и тихо, что я даже на секунду замешкался. Не здесь ли каждый пионер ищет своё счастье три раза в день, а некоторые чаще? Не здесь ли оазис в этой жаркой летней пустыне? Не здесь ли подпольная химическая лаборатория, следующее влияние неизвестных науке блюд на неокрепший организм подростков? Снова странные размышления, Семёна. Ну, не то чтобы странные, необычные. Сейчас это здание больше напоминало брошенные защитниками Бастилона, этакую Ла Рушель, покинутую гугенотами. Зайти внутрь, и тебя окружат призраки героически погибших бойцов. Впрочем, столовая была точно такой же, как и обычно. Разве что совершенно пустой, за исключением Мику, которая протирала стол. Ну, привет. С удовольствием бы с ней пообщался, кстати, хоть она и такая говрушка. Увидев её, я резко развернулся и попытался незаметно сбежать, но сделать этого мне не удалось, а Семён явно не разделяет мои симпатии к Мике. Да, когда как на уши присядет, это всё, пиши, пропало. Привет, Семён, ты поесть пришёл? Тебя же на завтраке не было. То есть я не видела, может ты и был, но я не видела. Но всё же хорошо, что ты пришёл. Эээ, привет. Да я... да вот зашёл, думал, может осталось чего. А ничего не осталось, надо ждать обеда. Кстати, не поможешь мне, я вот убираюсь. А зачем? Ну как же? Она надула губки. Кто-то же должен убираться, у нас всё по очереди, и до тебя дойдёт. Нет уж, спасибо. Ага, ясно. Я уже собирался уходить, но Мику никак не унималась. Так поможешь? Эм... Ну, честно сказать, я не знаю, что там с расписанием. Мику мне симпатично. Почему бы и нет? Ну, планов-то, по идее, никаких конкретных нету, да? Вот, я не знаю, как развернётся сюжет игры, если я откажусь, но я соглашусь. Это потом проверим, да? Вот, когда я начну проходить во второй раз, я тоже буду играть вслепую, но уже отвечать не так, как отвечал вот в своём первом прохождении. Ладно, поехали. Не знаю, зачем я согласился, но ничего страшного. Хотя, с другой стороны, даже Смику Рута нет, поэтому смысла нет зарабатывать баллы в её копилочку. Но музыка приятная. Так часто бывает. Сначала принимаешь решение, а потом долго думаешь, почему ты сказал именно то, что сказал. Думаешь, думаешь. И всё равно никак не можешь понять, с чего бы вдруг это тебя в голову взборило. Да потому что, Семён, ты не сам управляешь своими поступками, а... тобой управляет человек по ту сторону экрана. Вот так я себя чувствовал, вытирая тряпкой столы, один за одним. Знаешь, я песню новую придумала. Хочешь, спою? Не горю желанием. Хе-хе. Хотя нет. Она задумалась. Пить и одновременно убираться будет тяжеловато. Тогда потом. Мику обезоруживающе улыбнулась. Да, конечно. А как ты классно вчера Шурика спас. Весь лагерь с самого утра только об этом и говорит. Я себя прямо героем ощущаю. Да ничего особенного. Нет, правда-правда. Вот я бы никогда не решилась пойти ночью в лес. Да ещё и в старый лагерь. Знаешь, сколько про него легенд ходят? Про вожатую, которая застрелилась. А раньше говорили, что удавилась. Хе-хе-хе. Да, уже испорченный телефон. Да и вообще, это же так страшно. Угу. Наверное. Я постарался полностью отключиться от каких-либо внешних раздражителей и сконцентрироваться на упорке. Не знаю, мне Мика кажется очень милой девчушкой. Очень прикольная такая. Это помогло мне закончить быстрее, чем ожидал. Вот и всё. Спасибо. До обеда оставалось ещё довольно много времени, так что я решил немного пройтись. Направление было выбрано случайно. Хотя одним словом его можно охарактеризовать как прямо. Хе-хе. Случайно, прямо. Так, красной краски не видно вроде, да? В итоге я оказался на площади. Что и неудивительно. Памятник Генти, кажется, являлся центральным местом этого лагеря. Этаким нулевым километром. Я сел на лавочку и задумался. Я, кстати, ещё вспомнил, когда я в Будапеште был, в ноябре как раз, там тоже был нулевой километр, когда я на туристическом автобусе ездил, про это рассказывали. Короче, яйцо такое стоит ровно по центру города. И типа с него начинается отсчёт вообще в разные стороны. Север, восток, юг, запад. Типа именно вот самый-самый-самый центр от этого яйца. Прикольно. Прошло уже 4 дня, а я ни на йоту не приблизился к разгадке моего сюда попадания. Знаете, что мне кажется? Если бы я действительно задумывался обо всём этом, тогда, наверное, у нас был бы просто одиночный рут. Поэтому, не знаю, мне как-то... Я понимаю, что Семёну, конечно, важно узнать, что с ним, потому что это ненормально абсолютно. Хоть и 5 дней прошло, но невозможно к такому привыкнуть. Вот. Но всё-таки я-то не Семён, поэтому мне интереснее всё-таки время тратить на что-то другое, чем бродить туда-сюда и выяснять, как же меня сюда занесло и что это вообще за место. Да, за это время случилось довольно много странных событий, но если разобраться, практически всё можно объяснить логически. Любое из них могло бы произойти в нормальной жизни. Нормальная жизнь. Этот термин для меня здесь потерял своё первоначальное значение. И правда, реакция на окружающую действительность, поступки и слова других людей, свои собственные, всё это здесь ненормально. За последние 4 дня моё мировоззрение получило серию болезненных ударов под дых и апперкотов, после которых находиться, если не в нокауте, то в глубоком нокдауне находится. Иногда я сам не понимаю, почему совершаю те или иные действия, говорю те или иные слова. Точнее я понимаю, но только не сразу. Однако это понимание задним числом никак не помогает мне вести себя по-другому, более здраво, адекватнее сложившейся ситуации. Моменты просветления случаются со мной всё реже и реже. Ну потому что привыкаешь к тому, что здесь происходит. Это становится твоей реальностью, а не то, что было раньше. Если в первый день моей единственной мыслью было, как выбраться отсюда, то сейчас меня больше волнует, где найти еду, как бы похитрее прогулять линейку по утрам. И что сказать Ольге Дмитриевне, если Алиса ей нажалуется. Ну да, вот просто потому что это реальность уже. И ведь это для меня действительно важно. А с каждым днём подобная бытовая сумахтоха всё больше вытесняет из моей головы мысли о том, что мир вокруг и этот лагерь и эти девочки совершенно ненормален. Однако поделать с собой я ничего не могу. Потому что просто забываю. Так же, как мы дышим неосознанно, я неосознанно всё больше вливаюсь в повседневную жизнь здешних обитателей. Всё больше становлюсь среднестатистическим пионером. Нет. Это неправильно! Громко воскликнул я и несколько раз ударил тебя по щекам. Вдруг из динамиков заиграла музыка, призывающая пионеров на обед. Да, я только из столовой вышел. Отлично. Наконец-то. Я в припрыжку поскакал в сторону столовой. А трансцендентальные мысли остались на площади, где они могли заинтересовать разве что Генду, будь он живым. Ой, ну что сказать. В общем-то я понимаю мысли Семёна, но я бы не сказал, что в них что-то странное. Такие мысли возникают, потому что Семён человек. Это понятно, что это всё ненормально. И то, что для него важно, то, что якобы нереально, то, что не может в принципе происходить. Если для него это становится важно, значит он попривыкает. Он именно эту реальность для себя как истинную выбирает. Но не то, что выбирает, это не зависит от его выбора, подсознательно просто. Потому что он здесь находится, он здесь живёт, вот пятый день уже пошёл. Так что я бы на месте Семёна, конечно, ну нечему удивляться, нечего. День только начался, а мне уже столько всего пришлось пережить. Но я выстоял, и теперь имею законное право наесться до отвала. Вот теперь, конечно, у Алисы есть веский повод назвать меня извращенцем. Сегодня я пришёл не позже всех, так что смог занять свободный столик. Ну, наконец-то. На обед давали гороховый суп и рыбу с картофельным пюре. Это меня сильно разочаровало, так как рыбу я не ел ни в каком виде. А значит, калорий мой организм получит меньше, чем обычно. Вскоре к моему столику подошли Славя и Лена. Привет! Вообще, на самом деле, надо было вместо того, чтобы блуждать туда-сюда, просто пойти к Лене, узнать, как дела. Всё-таки столько всего пережили за вчерашнюю ночь. Надо же всё обсудить. А это как-то странно, что я куда-то пошёл, смику начал помогать, стол вытирать. Ну, потому что делать больше нечего. Если бы я сам добавил варианты действий, и у меня была возможность пойти к Лене, например, я бы пошёл. Можно? Спрашивает Славя. Она мило улыбнулась. А? Да, конечно. Как можно так говорить? Нормально! Всё, 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 всё. Просто мышцы рта устают. Поэтому нужно больше мимикой работать. Я встал и выдвинул стол для неё. Стул. Стол. Прошу. Моё настроение в тот момент было лучше некуда. Приятного аппетита. Сделав это... А, сказав это, Лена некоторое время пристально смотрела на меня. Но потом, видимо, поняла, что выглядит несколько странно, и уткнулась в свою тарелку. И тебе. Семён, есть какие-нибудь планы на день? Нет. Искренне ответил я. Планов действительно никаких не было. Разве что поиск ответов, но то скорее глобальная задача. Тогда не хочешь с нами прокатиться на лодке до острова? Остров. Кажется, я видел его с пристани. Зачем? Ольга Дмитриевна просила земляники набрать. Там её много, и она такая вкусная. По выражению лица славе, можно было представить вкус этой земляники. Даже не пробую. Земляника. А зачем? Не знаю. Но, по-моему, идея отличная. По-моему, тоже. Тем более, на острове я ещё не был. Да, пожалуй. Ну а что, новые локации? Хорошо. Приятно на лодочке сплавать. Ещё и Лена с нами будет. Раз уж я выбрал именно её. Кстати, меня удивляет, что Лена тоже много где участвует. Потому что она такая скромная, не инициативная всегда была. Не инициативная. Через 10 минут мы уже стояли на пристани. Вот лодка. Подожди. Сейчас за веслами схожу. Я остался наедине с Леной. А ты землянику любишь? Не то чтобы очень. Но она вкусная. А Лена улыбнулась. Ясно. Я не знал, что сказать дальше. Как поддержать разговор? Ну началось, господи. Семён, ты же уже вроде себя раскрепощённым чувствуешь с ней. Ну... Аааа. Скорее всего, просто разработчики игры не до конца продумали, как бы, всю общую схему. Да, то есть, что будет даже малейшие... Малейшие общие сцены, чтобы они отличались в зависимости от того, какие у тебя отношения с персонажем. Видимо, общие сцены, вот, допустим, с Леной, они точно такие же, как если бы я с ней вообще никогда не общался по игре, да. Поэтому и снова мы себя неловко чувствуем возле друг друга. Ну, короче, что-то такое. Если бы Славя не вернулась, мы бы, наверное, так и сидели молча до самого вечера. Ну, не может такого быть. Мы же могли обсудить вчерашнюю ночь. По логике. Вот это вот, на самом деле, убивает реалистичность. А может быть, я просто слишком многого жду от этой игры. Потому что, на самом деле, это комплимент от этой игры, если я от неё жду реалистичности. Вообще, полной, полной, полной. Как будто это реальная жизнь. Это действительно комплимент. И я, конечно, разочаровываюсь, но это не делает игру плохой. Потому что всё-таки это игра. Всё-таки это не жизнь. Надо отдать это... Надо признать себе, что это факт. Вот и всё. На фоне вон ещё поезд игр. Вот. Она протянула мне два увесистых весла. Ага. Да. Поплыли. Мы забрались в лодку. Я отвязал её. Оттолкнул от берега. И кое-как начал грести. Ну, а мы давайте на этом, друзья, с вами остановимся. Надеюсь, вам было интересно смотреть всё то, что происходит. Конечно, жаль, что общение с персонажами не общие общения. То есть, общие сцены обязательные. Которые будут всегда. Они не зависят от наших отношений с персонажем. Очень жаль. Но всё-таки игра остаётся по-прежнему очень интересной. И ты просто чувствуешь себя главным героем. Да и всё. Оставайтесь на линии, друзья. Нас с вами ждёт ещё много интересного. Субтитры подогнал «Симон»